ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ На сей раз нас позвала в дорогу не абстрактная муза дальних странств, а вполне конкретное желание не отстать от прогрессивной общественности, которая отмечает в 2012 году двухсотлетие победы в Отечественной войне 12-го года. Победы над Наполеоном. Лично для меня эта история оставляет два больших вопроса. Первый. Почему главным сражением Отечественной войны считается Бородинская? И второе. А почему война-то 12-го года? Ведь в Париж-то русские войска вошли в 2013 году. Так что уж простите, в отличие от большинства соотечественников, которые отмечали это знаменательное событие на Бородинском поле, мы поедем в другое место. Нет, не в Париж. В Париж как-нибудь поедем в следующем году. А сейчас в Малый Ярославец. Ведь по мнению большинства историков, битва за сам Малый Ярославец, крохотный по масштабам России город, и решила исход знаменитой войны. Ну и заодно в тех местах у нас будет повод вспомнить другую, более страшную, более близкую к нам войну, Великую Отечественную. Но вернемся пока к Наполеону. Тогда, в 812-м, в октябре месяце, Наполеон покидает Москву по Старокалужской дороге, потом выходит на новую Калужскую, ныне трассу М3. По ней-то мы и двинемся, буквально по следам Наполеона в Малый Ярославец. Ну и несколько слов о машине. Простите за цинизм, но мы не могли удержаться от соблазна, от... ...возможности поехать на Малый Ярославец на французском автомобиле. Речь идет о кроссовере Peugeot 4008. Конечно, знатоки скажут, ребята, это не совсем французская машина. Она же фактически построена на основе Mitsubishi IS-X. Вернее, это фактически Mitsubishi IS-X просто перелицованный по совместному соглашению между компанией Mitsubishi и концерном PSA. Третий, кстати говоря, близнец в этом семействе... ...Citroen Aircross. Ну, другой стороны уж, простите, пожалуйста, что французам, что японцам тоже от наших предков досталось. Peugeot 4008 дебютировал в Женевском автосалоне 2012 года вместе со своим единутрубным братом Citroen Aircross. Но оба они близняшки Mitsubishi IS-X, который появился несколько ранее. Правда, Peugeot 4008, в отличие от Citroen и Mitsubishi, предлагается только с полным приводом. В Европе покупателям 4008 предлагаются на выбор два дизельных и два бензиновых мотора. В России, увы, мотор один, двухлитровый в 150 сил. Так что выбирать можно только коробку, либо шестиступенчатую механику, либо бесступенчатый вариатор. Но, естественно, на выбор несколько комплектаций. Несмотря на то, что все три машины построены на единой платформе GS, которая была разработана еще японцами в сотрудничестве с Dimer Chrysler, автомобили отличаются не только вариантами трансмиссии, но и дизайном, в том числе и штампованными кузовными панелями. Peugeot 4008, честно говоря, хорош. И он практически не вызывает отрицательных эмоций, в отличие, наверное, от тех французов, которые шли этой дорогой. В октябре 1812 года, уже обратно на Запад. Однако есть все-таки один раздражающий момент. Это вариатор. Я понимаю любовь к вариатору и французов, и японцев, и американцев даже, потому что это, во-первых, дешево в производстве. Это удобно клиенту, потому что не требует обслуживания и позволяет снизить и себестоимость, и стоимость автомобиля. Но, честно говоря, для любителя маломальски динамичной езды вариатор не подходит никак. Он, скорее, располагает к медитативным поездкам. Поэтому, если выбирают Peugeot 4008, я все-таки предпочел бы машину с механической коробкой. Впрочем, ситуацию могут немного исправить подрулевые лепестки. Имитация переключения. И, вы знаете, право она работает и уже позволяет более динамично маневрировать в потоке, обгонять, перестраиваться. И даже немножко прогнозировать траекторию движения на несколько шагов вперед. Драйв появляется. Но, повторюсь, с механикой его было бы гораздо больше. А во всем остальном, лично у меня к автомобилю претензий нет. В том числе и к материалам отделки. Кстати, символично, что наш 4008 калужской сборке. А мы выедем в направлении Калуги, куда и рвался Наполеон в 1812 году в октябре месяце, чтобы пополнить запасы фуража, запасы провианта. Он очень надеялся захватить калужские склады, калужские амбары. Он очень надеялся, что калужане поделятся с ним своими припасами. Однако до Калуги ему добраться было не суждено. Развязка произошла под Малоярославцем. Путь туда у Наполеона заняло несколько дней. У нас, по всей видимости, он займет не более полутора часов. Потому что сегодня новая Калужская дорога, как она тогда называлась, представляет из себя на первой, третьей пути полноценный автобан. Минимум два, а в общем три ряда в каждом направлении. Развязки, очень внятные читаемые дорожные указатели, широкая разделительная полоса с отбойником. А еще эта трасса обросла современными заправочными комплексами, кафе, ресторанами. В общем, она ничем не уступает французскому авторуту. В том числе и очень развитой системой контроля скоростного режима. Радары и передвижные посты, мобильные посты ДПС можно встретить практически в любом участке трассы. Поэтому даже на вот этом широком автобанном отрезке будьте весьма осторожны. Следите за показаниями спидометра. Впрочем, уже ближе к Тарафоминску разделительная пропадает. Дорога сужается до двух рядов. И дальше начинается обычная российская федеральная дорога. И по ней мы едем до границы Калужской области, пересекаем ее, въезжаем в Огнинск. И вот уже на выезде из Огнинска уходим правее. До Малой Ярославца осталось совсем чуть-чуть. Дорога от Москвы до Малой Ярославца – это 120 километров практически идеального асфальта, которые идут в направлении на юг и запад. Дорога занимает от двух до двух с половиной часов. На воротах Никольского и Черностровского монастыря летая табличка подлежит охране как всенародное достояние. Причем самое ценное, что подлежит охране на воротах – это вот эти выбоины на своде. Материализованное свидетельство, материализованная память о том, что происходило здесь, в Малой Ярославце, 24-25 октября 1812 года, когда менее чем за сутки город восемь раз перешел из одних рук в другие – от французов к русским и обратно. Именно здесь решалась судьба войны. Именно здесь решалась судьба России. 26 октября Наполеон принимает решение отступать на Боровск и уходит из Малой Ярославца. Это тактическое отступление стало началом его бегства из России. Для того, чтобы до конца проникнуться тем, что произошло здесь, на Монастырской площади, между российскими и французскими войсками, можно отправиться в стоящую неподалеку часовню, где с 1987 года открыта диорама, созданная народным художником РСФСР Ефимом Дешалытом. Ему, кстати, принадлежат такие шедевры жанра, как «Последний бой Чапаева», «Салют Победы» и «Героическая пресня 1905 года». Здесь же художникам запечатлен один из ключевых моментов сражения. Русские войска 8-го корпуса под командованием генерала Бороздина атакуют и теснят французов. Именно этой атакой русские войска выбивают французов из окутанного клубами дыма Малой Ярославца. Кстати, здание часовни, в котором находится диорама, само по себе памятник. Часовня была построена в 1860-м на средство участника Отечественной войны отставного майора Максимова в память воинов на брани убиенных 12 октября 1812 года. Кстати, эта диорама, естественно, не единственный музей, который посвящен в Малой Ярославце памяти героев Отечественной войны 12-го года и тем страшным событиям. Обязательно советуем зайти в Малой Ярославский военно-исторический музей 1812 года. Ну и для расширения собственного кругозора рекомендуем посетить Малой Ярославецкий музейно-выставочный центр имени Солдатенкова, где собраны частные коллекции знаменитого скульптора, переданные в дар городу. Тогда, в октябре 1812 года, монастырь выглядел совсем не так. Ворота, да, были. А вот жемчужина монастыря его визитной карточки огромного Никольского собора с высоченной колокольней не было даже в проекте. Собор заложили как раз в конце 1812 года и строили по 1843. В память о тех героях, что пали под монастырскими стенами. За те неполные сутки боев город Малой Ярославец был практически полностью уничтожен. Вот что из себя представлял он до 24 октября, а вот что после. От полуторатычного населения практически тоже ничего не осталось. Но жизнь продолжается. В город вернулись люди, город отстроили заново, поставили памятники героям. Но малаярославцу будет еще раз суждено пострадать от рук иноземных захватчиков. И по какому-то дьявольскому стечению обстоятельств это снова произойдет в октябре, только теперь уже 41-го года. 18-го числа октября месяца в город вошла 19-я танковая дивизия вермахта. Освободили малаярославец части Красной Армии 2-го января 42-го года. И снова город подняли из руин. В 2000-х годах он даже носил звание самого благоустроенного города России с населением менее 100 тысяч человек. Но лишь в мае 2012 года малаярославцу президентским указом присвоено звание «Город воинской славы». А дальше мы едем на Медынь. Опять же, «Наполеоновской тропой». Ведь эта дорога, которая сейчас называется А-101, на самом деле дорога древняя. И именно по ней Наполеон уходил по направлению Медынь-Боровск. Впрочем, нам эта дорога даст возможность вспомнить не только о делах 200-летней давности. Она нам даст возможность вспомнить и более близкие нам по времени подвиги. По дороге мы заедем туда, где нас предстояли знаменитые подольские курсанты. Чтобы попасть из Малой Ярославца в Ильинское, нужно выезжать из города строго назад. Впереди вас ждут 20 километров, прямой, как стрела дороги, которую можно преодолеть за 20 минут. Ошибиться невозможно. Въехали в село Ильинское. Проехали буквально метров 300 после начала населенного пункта. И дальше огромный указатель. Музей Ильинские рубежи. Это здесь. Странно закрыто, хотя написано, что музей работает с 10 до 17. Выходной понедельник сегодня никак не понедельник. И сегодня не последняя пятница месяца, когда здесь санитарный день. Но, будем надеяться, просто отошли ненадолго. Хотя на всякий случай, вот. Точный адрес музея, GPS-координаты и телефон. Лучше позвонить все-таки заранее, потому что сельский музей есть сельский музей. А пока посмотрим наружную часть экспозиции в ожидании экскурсовода, либо смотрителя. Для того, чтобы запустить в себе некий механизм, некий маховик погружения в эту героическую и вместе с тем глубоко трагическую историю. В октябре 41-го года немцы рвались к Москве. В авангарде шли танковые части. Единственной возможностью хоть как-то задержать немцев, оттянуть их наступление, дать возможность Москве собрать силы для обороны и, может быть, успеть эвакуировать столицу, такие планы, увы, тоже были. В октябре стала попытка задержать противника на линии Малоярославец-Медынь-Юхнов. Именно здесь, на этой линии, титаническими усилиями в кратчайшие сроки была создана мощная линия обороны. Этот ДОТ, далеко не единственным музеем и сохранившийся экспонат, свидетель тех героических дней. Вот таких сооружений вдоль трассы А-101 до сих пор можно считать десятки. Здесь, на Ильинском рубеже, оборону заняли знаменитые подольские курсанты. Знаменитые тем, что это были, в общем, молодые ребята, слушатели пехотного альферийского подольских училищ, организованных в 1939-1940 годах, которые не обстреляны буквально, буквально из-за школьной парты, попали сюда, в самое пекло. Сюда, накануне немецкого наступления, приезжал сам Жуков. Он обратился к этим парням не как к комсомольцам, не как к будущим командирам, не как к будущим коммунистам. Он назвал их дети. Дети, попросил их Жуков, подержитесь хотя бы пять дней. Они продержались двадцать. К началу лета 1941 года в списках курсантов тех самых подольского артиллерийского и подольского пехотного училищ числилось три тысячи человек. Две с половиной тысячи из них остались лежать здесь. А вот что вспоминает о боях под Ильинским Альберт Крул. Участник этих событий немецкий офицер, ставший впоследствии небезызвестным военным историком. Все на взводе. Солдаты буквально потеряли голову. Танки, которые возвращаются из Ильинского, появляются как спасатели. Танки подходят к деревне, берут на прицел орудия противника, но после первых же выстрелов, произведенных ими, то есть орудиями противника, начинают гореть, как факел первый танк. Экипаж выбегает из горящего танка. Тут же получает повреждения и второй танк. Затем загорается третий. Никто больше и не думает наступать на деревню. Мы разочарованы. Этот сценарий повторялся два десятка дней подряд. Его воспроизводили молодые ребята, сидя вот в таких бетонных коробках. Их становилось все меньше и меньше. Ребят, но немецкие танки от этого реже гореть не стали. Итак, за время боев курсантами было подбито около ста фашистских танков и уничтожено почти пять тысяч гитлеровских солдат и офицеров. Эти цифры взяты из донесений немецкого командования, которые хранятся в Центральном архиве Министерства обороны России. Но ведь главное даже и не в этом. Главное в том, что курсанты помогли выиграть время, которое было так необходимо в ту минуту для советского военного командования, для подготовки Москвы к бою. За это время к Москве успели подойти военные резервы. Москва собрала силы. Близ Москвы были созданы новые рубежи обороны. К реке Нара подошла 43-я армия, которая сумела за это время прочно занять там позиции. И в результате контрнаступления советских войск под Москвой 5-6 декабря 41-го года врагу стен столицы был разбит. На немецких оперативных картах тогда, в октябре 41-го, три недели не сходила надпись «Две офицерские школы Подольска». Немцы шли на хитрости. Например, немецкие танки с тыла зашли с красными флагами. Однако подольские курсанты раскрыли. Обманы танки были уничтожены. Вопреки бытующему мнению, подольские курсанты не сидели обороняясь в доках. Они действовали активно. Старший батальонный комиссар Панков вспоминает. Мы видели, как фашисты, разграбив магазин, устроили на церковной паперке пиршество. Курсанты сначала забросали их гранатами, а потом нанесли с фланга штыковой удар. Фашисты в панике бежали по проселочной дороге в сторону Редькина. И еще один факт. За октябрьские подвиги ни один подольский курсант не был удостоен награды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ильинские рубежи находятся примерно посредине, между Меденью и Малой Ярославцем. А вся дорога, что до Ильинских рубежей, что после, это нормальная российская двурядка. Один ряд в одну сторону, один в другую. К слову сказать, дорога очень неплоха. Асфальт даже практически лишен колейности, что удивительно на второстепенных дорожках, по которым перегруженные фуры объезжают посты весового контроля. И, кстати, здесь встречаются даже бензоколонки, так что можно не беспокоиться о запасах топлива и чувствовать себя вполне, так сказать, среди цивилизации. Чтобы попасть из Ильинского в Медень, продолжаем ехать строго на запад. Прямая дорога, 20 километров преодолеваем за 20 минут. Редактор субтитров А.Семкин Медене тоже досталось, и от французов, и от немцев. Надеюсь, раз и навсегда Медене освободили от захватчиков 12-14 января 1942 года. В память защитникам, освободителям Медене и всем тем, кто из Медене ушел на фронт и остался на полях сражений Второй мировой войны, стоит вот этот памятник. Так, танк Т-34 на постаменте. Но в Медене хватает символов и другой, вечной жизни, символов победы жизни над смертью. И вообще в самом названии Медень, согласитесь, есть что-то такое позитивное, доброе, уютное. Есть разные варианты происхождения названия слова Медень от экзотических, литовских и даже саамских до вполне логичных славянских. В основе слова Медень – корень мед, что свидетельствует о исконном занятии местных жителей, о бортничестве. Как вы понимаете, большинство меденцев придерживаются именно этой вполне логичной версии названия, и даже доска почета здесь сделана в виде пчелиных сот. А на гербе Медени, еще с екатеринских времен утвержденным, ростик золотых пчел на голубом фоне. А вот у здания администрации примастилась чугунная пчела, спрятана среди цветов. На табличке к памятнику значится пчеле – символ трудолюбия, стремление к порядку, бережливости, взаимопомощи, смелости, бессмертия и возрождения. Вот, наверное, главные, самые важные слова. А вот меда в Медынь, к сожалению, мы так и не нашли. Базар уже закрылся, видимо, мы опоздали. Ну, а что касается магазинов, то там традиционный набор продуктов для любой торговой точки среднерусской возвышенности – арбузы, дыни и бананы. Впрочем, если вы приедете в Медынь вслед за нами, надеюсь, вам повезет больше. Итак, подведем итоги. Наше путешествие можно повторить за один день. Чистого времени в пути – 3-3,5 часа. В два раза больше на осмотр достопримечательностей. На всем маршруте развитая инфраструктура – кафешина, монтажей и заправок. Впрочем, последние не так актуальны, ведь за весь путь мы сожгли всего лишь 12 литров бензина. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok